В Новоуренгойской центральной городской больнице возобновилась программа углубленной диспансеризации. Она направлена на снижение риска осложнений после перенесенного COVID-19. Пройти все необходимые процедуры могут новоуренгуются в возрасте от 18 лет и старше. Благодаря расширенному спектру исследований, врачам удается более точно оценить состояние здоровья пациента, вовремя выявить обострение хронических болезней и новоприобретенные заболевания органов. Продолжение темы в сюжете. Максимальный вдох. Вдох, вдох, вдох. Резко. Людмила Бедненко переболела коронавирусом осенью 2019-го. Она вернулась из командировки и почувствовала себя плохо. Поднялась температура, появились сильные головные боли и кашель. Я заболела на начальном этапе пандемии. И, естественно, была вынуждена обратиться к врачу, потому что самостоятельными силами не могла справиться. У меня была вся симптоматика, присущая коронавирусу. Уже прошло больше года, как я болела. Единственное, что у меня осталось, это небольшой кашель с периодичностью. Он, конечно, не затяжной, но просто в процессе речи бывает так, что пашливаешься. Сейчас Людмила Александровна чувствует себя хорошо, но для своего спокойствия решила пройти углубленную диспансеризацию. Совсем недавно программа вновь заработала в Центральной городской больнице. При углубленной диспансеризации можно пройти, она называется углубленная, то есть более прицельно, более точечно. Те исследования, которые покажут, это скрининговый метод, покажут, какие изменения ковид, перенесший, оказал на ваш организм. И чем раньше мы выявим эти изменения, тем, во-первых, врачу будет проще, а врач и пациент это одно целое, они борются с болезнью. И тем быстрее мы начнем действовать на определенные функции организма, чтобы это не сказалось на приобретение хронического заболевания или, дай бог, инвалидности. Поэтому я всех призываю проходить диспансеризацию даже в этот тяжелый, достаточно эпид-сезон. Расширенная диспансеризация позволяет врачам оценить состояние здоровья пациента, вовремя выявить хронические заболевания и назначить необходимое лечение. Обследование проходит в два этапа. Спектр анализов – это биохимический анализ крови, более расширенный для определения липопротеидов низкой плотности, высокой плотности, холестерина, цирреактивного белка, сохраняется ли воспалительный процесс, какие изменения в крови. Также берется анализ ДЭДИ-меров на наличие тромбообразования, так как это является риском после перенесенной ковид-инфекции, как риск вторичных осложнений. Также проводится рентген-диагностика – это рентген органов грудной клетки, либо КТ грудной клетки, в зависимости от того, какие изменения есть в легких. Новоуренгойцы, которые не переболели коронавирусом, но желают пройти данное обследование, могут письменно обратиться к главному врачу Центральной городской больницы Кириллу Трапезникову. Мария Бохова, Виктор Итленко, служба новостей «Импульс».